После Кубка Республики Беларусь сборная команда нашей страны разделилась на группы. И в Бресте, Гомеле, Заславле и Бобруевске, нашем Мозоре проходят сейчас подготовительные сборы. Понятное дело, что обратили свое внимание на ту часть сборной Беларуси, что готовится в Мозоре, а именно команду мужского кануа – юниоры. Тренирует эту сборную специалист Мозорского филиала Гомельского училища Олимпийского резерва Сергей Иванович Зборовский, наставник опытный, титулованный. В этом сезоне его подопечные прошли уже две регаты, и по их итогам формировалась команда, которую вы сейчас и видите на своих экранах. Первые соревнования практически прошли на хорошем уровне, на высоком, достаточно высоком. Это республиканские соревнования защитников Брестской крепости. Мы отобрали в команду юниоров, это три человека с дистанции 500 метров всех призеров, и с дистанции 1000 метров всех призеров, и пригласили в Мозоре на учебно-тренировочный сбор. Две победы на состязаниях памяти защитников Брестской крепости пришлись на долю Григория Маисюка, талантливого канаиста, который в свои 17 лет является одним из сильнейших грибцов даже абсолютной возрастной категории. На соревнованиях по юниорам удалось хорошо, проехал я, но на кубке по старшему, по взрослым, чуть не повезло. В финале проиграл, может быть, лучше. Гриша немногословий, но это можно понять. В это время подготовки к основным стартам – все силы. Всю душу спортсмен направляет на тренировочную работу, стараясь не расплескать драгоценных крупицей энергии даже в беседе. У другого представителя сборной, минчанина Никиты Каминского, мы поинтересовались, каково ему тренироваться в Мозоре, приемлемы ли здесь условия для подготовки. Здесь очень нравится, большая акватория, очень хорошая команда, тренер хороший, состав. Тренируемся, будем выигрывать. Отметим, что в этом году юниорский молодежный чемпионат мира пройдет в Минске с 28 по 31 июля. И там наша команда поборется не только за индивидуальные награды, но и за общекомандное перенесо среди сильнейших сборных более чем 100 стран мира. Субтитры создавал DimaTorzok